За прошедшую неделю на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 111 происшествий. Из них 23 преступления, 14 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 34 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, 2 с причинением вреда здоровью. 10 октября в районе Наринмарского АТП по улице Юбилейная произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате ДТП в реанимационное отделение окружной больницы доставлена женщина 1946 года рождения. 12 октября в районе жилого дома номер 6 по улице Авиаторов водитель автомобиля 1968 года рождения совершил наезд на пешехода 1955 года рождения. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, состояние ее удовлетворительное. Ей назначено амбулаторное лечение. В целях профилактики бытовой преступности с 13 по 14 октября проведено профилактическое мероприятие «Быт», в ходе которого по месту жительства проверено 99 граждан, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, состоящих на учете в отделе участковых уполномоченных полиции. Сотрудниками полиции составлено 5 протоколов об административном правонарушении. В целях розыска лиц, вскрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших, с 12 по 13 октября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». В рамках проведения данного мероприятия задержано 5 граждан за совершение преступлений, предусмотренных статьей 264 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, части 1 статьи 163 Уголовного кодекса «Вымогательство» и части 1 статьи 157 «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а также за отклонение от бытия наказания в колонии-поселения. В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 14 октября проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено более 430 единиц транспорта, выявлено 12 административных правонарушений. Из них один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники отдела ГИБДД проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Стражи порядка пресекли незаконную организацию азартных игр. 10 октября текущего года оперативниками получена информация о том, что в подвальном помещении, расположенном по улице Ленина, дом 39А, проводятся азартные игры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий факт незаконного проведения горной деятельности с нарушением требований федерального законодательства подтвердился. Подпольный клуб работал под видом букмекерской конторы. С места преступления изъято 6 мониторов, 6 системных блоков и денежные средства около 10 тысяч рублей, полученные в результате незаконной деятельности. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 13 октября 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Заводской города Наринмара обнаружено тело мужчины, 1959 года рождения, с признаками насильственной смерти. Оперативниками установлено, что преступление совершила сожительница потерпевшего. Во время совместного распития алкогольных напитков между потерпевшим и подозреваемой возник конфликт, в результате которого женщина нанесла проникающее ножевое ранение с левой стороны надключичной области. От полученных травм мужчинам скончался. Следователем Наринмарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийства. 15 октября текущего года в квартире жилого дома по улице Рыбников на Наринмаре между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине проникающие ножевые ранения в область сердца. От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания ОМВД России по Ненецкому автономному округу. В дежурную часть полиции обратился житель Наринмара 1975 года рождения. По его словам на сайте avito.ru он обнаружил объявление о продаже интересующего его товара. Связавшись с автором объявления по телефону, мужчина договорился о покупке и в качестве оплаты покупатель перевел на указанный продавцом счет 13 тысяч рублей. Со слов потерпевшего продавец с такой уверенностью рассказывал про технические характеристики продаваемого товара, что не дал повода усомниться в правдивости его слов. А как только деньги были переведены на указанный счет телефона продавца, стал недоступным. Еще один подобный случай произошел в городе Наринмаре. Как поясняет гражданин, он решил приобрести товар на свой автомобиль на одном из интернет-сайтов, на котором осуществляется продажа товаров бывшего употребления. Мужчина связался с продавцом по телефону и, обговорив все условия покупки, перевел денежные средства в сумме 18 тысяч рублей на указанный неизвестным продавцом счет. Вскоре телефон продавца был отключен и на связь он больше не выходил. Мужчина обратился в полицию. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Полиция рекомендует гражданам не пользоваться малоизвестными интернет-сайтами и не оформлять заказы или совершать покупку, если продавец требует внесения предоплаты путем перевода денежных средств на банковские или телефонные счета. 14 октября текущего года в дежурную часть УМВД позвонила женщина 1952 года рождения и сообщила о том, что она стала жертвой телефонного мошенничества. Со слов потерпевшей, ей на мобильный телефон с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился работником фирмы по доставке БАДов. В ходе разговора мужчина сообщил, что в связи с тем, что их организация закрывается, и женщине положена компенсация, как постоянному клиенту. А для того, чтобы получить выплату, она должна отправить реквизиты своей банковской карты на номер телефона. Как установлено сотрудниками полиции, действительно, женщина несколько лет назад постоянно заказывала через данную фирму биологически активные добавки. И проблем с доставкой товаров у нее никогда не возникало. Не усомнившись в правдивости слов представителя уже проверенной организации, женщина отправила номер счета своей банковской карты. Через некоторое время жительница получила на телефон сообщение, в котором говорилось, что она успешно зарегистрирована в Сбербанк онлайн. Сразу же после регистрации на ее номер телефона поступило сообщение с паролем для осуществления банковских операций. Кроме того, при поступлении сообщений с цифрами на ее номер телефона звонил мужчина, работник фирмы, и интересовался цифрами, поступившими ей в сообщении, для якобы перевода денежной компенсации. В результате на номер банковской карты женщине поступило на счет 102 тысячи рублей, а через непродолжительное время ей поступило сообщение на телефон о снятии с ее банковской карты денежных средств в сумме 250 тысяч рублей, после чего номер телефона абонента стал недоступным. По факту мошеннических действий сотрудникам у полиции проводится проверка. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам не сообщать свои банковские счета, пароли, коды подтверждений и любую личную информацию незнакомым и малознакомым лицам. С 16 октября 2016 года завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». В ходе онлайн-голосования во втором этапе конкурса на официальном сайте ОМВД России по Ненецкому автономному округу приняли участие 330 человек. Из них 176 поддержали старшего участкового полномочного полиции поселка Каратайка, майора полиции Шистарева Стаса Игоревича. С 1 ноября текущего года жители Ненецкого автономного округа смогут поддержать Стаса Шистарева в ходе онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России. Напомним, в прошлом году за высокий индекс народного доверия участковый полномочный полиции Стас Шистарев стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый-2015» и награжден заветной статуэткой и ключами от специального приза автомобиля «Лада Априора». 17 ноября – в день празднования Дня участкового полномочных полиции. Граждане могут ознакомиться с информацией о старшем участковом полномочном полиции Стасе Шистареве в разделе «Народный участковый-2016» на официальном сайте ОМВД России по Ненецкому автономному округу. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова